Еще раз очень рада, что ты приехала и, пожалуйста, тебе слово. Спасибо большое за приглашение. Я еще раз немножко представлюсь. Меня зовут Олена Лешкевич. Я работала в Академии наук Беларуси, но после 2020 года уехала. Сейчас работаю в Варшаве, в Варшавском университете, в институте этнологии и антропологии, и культурной антропологии. И сейчас мое поле исследования – это рекон Буява, польский. Это на северо-запад от Варшавы. Потом еще карту покажу. Ну и пытаюсь сравнить, как трансформируются белорусские и польские традиции переодевания в современном мире. И я начну с показа двух видео. Первое будет видео с Полесья. Это Южная Беларусь. И это видео белорусского телевидения. Это середина 2010-х годов. Это такое классическое белорусское календование, то есть переодевание на Рождество около Нового года. Ну по православному календарю по Юлианскому. 13 января это происходит. И там вы увидите видео таких классических белорусских календарных рождественских персонажей. То есть коза, аист, медведь, ну и женщины, которые как бы поют, чтобы они показали свое представление о хозяевах. Да. Да. Здорово. Возможно, что вас теперь, наверное, проигрывается. Что бы это видео выглядели. Да. А. Помощник пришел. Он волк вообще такой. Наполовину волк, наполовину человек. Но разбирается. Нужно на 13.40 перетянуть, чтобы показалось 13 минуты 40 секунды. Ага, да. И вот на 13 где-то вот здесь, вот здесь примерно. Немножко раньше. Так, чтобы еще звук был бы хорошо. Хорошо. Читаю. Читаю. Немножко позже перетянуть. Ну, где-то примерно, да. Куры мои, вот религии они, и несутся вот религии. Они не идут в ту же хоробле. Я не допускаю. Вот, чтобы узнали дети. Каждый раз, перед Новым годом, чтобы перевыкнулись опять. Мороз, мороз, мороз. Приходи на пульчу есть. Скажи, не придешь на пульчу, а мы на дне. А я тебе пугари падаю. Пугай не курю. Пугай не курю. Пройдёшь постоянно в class of old kann. Каждый раз. Каждый раз. Не успех пугай насеречно. tú пока не уходи Аba Манск — куш В Concant kapteеве Жеккevо Когда persist Сувствий Субтитры подогнал «Симон» 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 Ну, и вот это был фильм с деревни Погост, с Южной Беларуси. Первый персонаж, который заходил, это сорока, птичка маленькая. Ну, и примерно вот такие обряды я изучала в Беларуси. Вот у меня недавно вышла вторая книжка в прошлом году, в том, традиционный календарь Нараса, здесь я еще как журналистка работала по всей Беларуси, ездила. Вот, похоже, наблюдала праздники, и в том числе здесь есть фотографии с фестиваля, маскированные в 2019 году, немножко попали. Вот, я бы хотела эту книжку передать в библиотеку «Латвия-Сфальклора» с Бедарево, ну, может быть, передам еще пустить, чтобы люди посмотрели пока что. Ну, и вот я попадаю в Польшу, и сейчас вам покажу мое теперешнее поле исследований. Это уже будет переодевание на остатки, на запусты перед Великим Постом, перед Пасхой, Великий Пост, и перед Великим Постом переодевание. Вот на Куялах, Северо-Западная Польша, чтобы сравнить, как это выглядит. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Мы видим тоже аисты, видим тоже медведи, мы видим огромную группу, ну и козу, которая уже просто танцует, не падает. И я попыталась все это сравнить. Сейчас покажу. Немножко поделюсь своими наблюдениями. Ну то есть, если говорить о полном годовом цикле, белорусском и поиском, то здесь у нас зимнее солнцестояние, это Рождество, Каляды. И здесь, как бы, в Беларуси больше всего переодевания, больше всего маскирования и больше всего 13 января по юлианскому календарю это Новый год. То есть, ну, православная у нас в основном восточная, южная Беларусь, такие маскарады происходят. В Польше тоже в это время переодеваются, но, как бы, ну, немножко меньше и, как бы, другие, да, тоже по католическому календарю. Потом здесь мы, ну, как бы, начало Великого Поста наблюдаем. И здесь уже в Беларуси, ну, очень мало свидетельств о переодеваниях, а в Польше много. И мне трудно, как бы, сказать, ну, как бы, количественно, когда в Польше больше на Рождество или перед Великим Постом, но это, ну, примерно равнозначно. То есть, это такие две даты, когда действительно можно наблюдать, вот, такие карнавальные шествия. Вот, дальше здесь у нас примерно будет Пасха. Ой, извините, извините. Здесь будет примерно Пасха. Да, и здесь тоже в Польше есть переодевания на Пасху, но в Беларуси скорее нет. В Беларуси здесь вот уже ближе на Троицу. И уже переодевания другие в зеленых персонажах, то есть, ну, обвитых зеленью. Вот, это нужен, мне кажется, другой тип, чем вот эти переодевания зимние. Вот, и дальше в этой части года в Польше скорее нет переодеваний, нет маскирований. Но в Беларуси мы вот здесь осенью наблюдаем переодевания во время праздничного обряда. То есть, ну, в традиционном, в традиционном календаре время для свадеб было определено строго. То есть, когда урожай собрали, здесь праздник Пахрова Божией Матери, это в православном календаре 14 октября, ну, в католическом, соответственно, раньше. Вот, и до поста перед Рождеством, вот, вот на этом кусочке происходили свадьбы. Это по-белорусски так называемая Великая Весельница. И в последние дни свадьбы, то тоже случались переодевания, маскарады. Ну, это как бы уже вроде как, ну, не календарный обряд, но, не знаю, не заместили ли они какие-то более старые осенние переодевания. Потому что, например, на Смоленщине, ну, на белорусской этнической территории, которые сейчас в составе России, зафиксированы переодевания на Покровы. Ну, такие немножко детские игры. Вот, когда девушку там одевали новые листья. Вот, ну, поэтому не очень понятно, были ли они когда-то в календарных праздниках осеннее переодевание в Беларуси исчезли, или просто вот это там как-то свадьба перетянула календарное переодевание как бы на себя по тому же типу. Ну, то есть, в Беларуси вот они есть, в Польше нет. Ну, вот так. Ну, и здесь снова мы видим деревню Погост, который мы видели на видео. Вот персонаж первой птички, в какой разе ходила. Дом сорока, потом коза с медведем. Ну, тоже видим, что как бы этот медведь, он уже такой, ну, немножко современный, правда, в таком пальтишке каком-то. Ну, а вначале он как бы был в вывернутом кожухе. И в Беларуси не встречаются медведи, как в Польше, обвитые вот соломой гороховой или жидней, жаной, то есть, ну, у нас вот только в кожухах. Вот. Ну, и видим уже другую деревню на юге Беларуси. И тут уже видим такого медведя плюшевого, уже, в общем-то, похожего на польских современных медведей. Видим козу в такой уже модной шубе, вот, и в более современной маске. Ну, и тоже видим, что вот кроме группы такой взрослой, она представляет клуб, местный дом культуры, у нее удалось там заснять еще детей, которые, ну, переоделись, как умели, то есть, они скорее, как бы, ну, ориентируются на хэллоуин, на костюмы, а уже не на традиционные рождественские. Вот. И, ну, это, как бы, процесс, как бы сказать, не новый. Уже, например, в памятной книжке Витебской губернии за 1867 год мы можем наблюдать, почитать, как изменяются календарные обряды в то время. Ну, я вам процитирую. В рождественские святки между крестьянами в ходу переряживания. Молодые парни, особенно побывавшие в Петербурге, наряжаются купцами и, являясь в восьбу с платками, сельгами, манистами и тому подобным, подражают говару приемам русских купцов, расхваливая свой товар самыми отборными вычурными словами и прибавляя каждому слову «эс». Ну, то есть, ваша миостис, например, да. Иные, усвоившие себе приемы коробочников жудов, привешивают себе коробки, которые набивают разными тряпками и, предлагая свои товары, расхваливают его с отчаянной божбою и уберением, что товары заграничны, сто раз свертывают и развертывают какой-нибудь трехкопеечный платок и в заключении со словами «А ли только для вас?» отдают его за пучок щетины. Некоторые представляют цыган, подражая их манерам при покупке имени лошадей. Ну, то есть, мы видим, как появляются новые персонажи ряженые в традиционном рождественском переодевании. Ну, и такой современный пример из Беларуси – это тоже юг Беларуси, тоже полесье, то есть, как бы, ну, центр маскирования в рождественское время, добыт городов, то есть, так, такое, это уже не деревня, это такой небольшой город, вот, и там тоже появляются самые разные персонажи, там ангелы какие-то, охотники. Ну, главный персонаж – это конь, коник, ну, он, в принципе, во всей Европе встречается в группах переодетных, но уже этот коник, он тоже, как бы, затирается. И если сравнить вот с кольским материалом, который я показывала в втором видео, то там этот обход, он зовется коза, ну, коза. То есть, главный персонаж все-таки коза, но она как-то вот теряется среди, ну, остальных членов этой группы переодетых. Ну, и здесь у нас в Беларуси наблюдаем то же самое с коником, который, ну, когда-то он был единственным даже персонажем, и это были молодые мужчины, которые ходили в дома, где были молодые девушки, соответственно. Ну, и песня там тоже, там стояла сосна, тонко-высокая, то есть дерево, как символ девушки. Ну, а теперь уже ходит, как бы, ко всем жителям Давыдка Воротка, ну, и персонажей очень много, в том числе современные, в том числе можно увидеть персонажи мультиков, диснеевских, советских, персонажей голливудских фильмов, там, Красная Шапочка, и Джек Воробей, и Чебурашка, и все вместе, вот, и Смерть, ну, и тоже, как бы, уже видим такое влияние Холовина на это переодевание, вот, и видим еще такой персонаж Весна, потому что, ну, вот тут Давыдка Воротке во времена СССР люди ездили по всему Советскому Союзу, торговались именами, и для них вот Весна была таким самым прибыльным временем, они потом могли почти не работать целый год, ну, вот, поэтому ввели себе такой персонаж Весна даже группу переодетых, вот. Ну, и уже в последнее, ну, как в последнее, в середине 2010-х годов, как бы, молодежь в городах, которая коледует, ну, маскируется, переодевается, ну, тоже пытается как-то разнообразить такой традиционный наш сценарий, вот, который я показывала в первом видео, то есть тоже придумывает или новых персонажей, или для них какие-то новые роли, новые слова, но чтобы было интересно, как-то весело, ну, вот, там, «Милиционера» мы видим, «Смерть» тоже видим, такую модную уже, как бы, скорее, такую не из традиционной культуры, а из каких-то фильмов, может быть, холливудских, такие образы, вот. Ну, и, в принципе, по всей Беларуси тоже началась, была такая мода переодеваться в каких-то современных представителей власти, которых, ну, вот, люди, которые любят как-то, любят народную культуру, воспринимают, ну, как бы, как чужих, ну, которых можно пародировать, вот. Ну, и, например, вот мы будем показывать сегодня вечером с нашей группой обряд похороны деда, это обряд масленичный, тоже перед Великим Гостом в Беларуси происходил, и там традиционно, ну, там, как бы, хоронят куклу, пародия такая, похорон, вот, ну, как бы, эта кукла символизирует уже конец периода карнавала, то есть, говорят, что дед, то есть, кукла большая в рост человека, называется дед, что этот дед подавился костью, ну, то есть, кончился период, когда можно есть мясо, и вот его на масленицу хоронят. Ну, и вот, это в городовском районе в Беларуси зафиксировано, это северо-восточная Беларусь, и вот, чтобы оживить этого деда, вы увидите, сегодня у нас приходит врач, пытается его реанимировать, и приходит священник, чтобы его как бы отпеть. Ну, уже вот в этом каблу, в этих деревнях, в северной Беларуси, тоже появился персонаж-милиционер, который приходит вот зафиксировать смерть гражданина деда. Ну, у нас милиционера сегодня не будет, мы покажем такой более традиционный сценарий. Вот, ну, и вот мои польские материалы, то есть, вот мы видим Куявы, здесь вот Варшава, здесь у нас Литва, здесь немножко дальше Латвия, то есть, вот на северо-запад Варшавы, Куявы, ну, и вот мы примерно в этом районе в прошлом году, и в этом году со студентами ездили, ну, из некоторых местностей покажу старые и современные фотографии. Вот это местность Лубранец, и то есть их вот традиционная группа переодетых тоже, ну, она называется, вот и группа называется Коза, и персонаж главный тоже называется, ну, Коза, Коза. И эта группа, она была совсем маленькая, то есть, был один поль, одна коза, один аист, один еврей нужен, один музыкант, ну, еще была жена еврея, еврей Кощора она называется, ну, то есть, здесь ее нет на старой фотографии, это 80-е годы, вот. А современные группы в той же местности, их, во-первых, намного больше, во время, ну, во время, такое еще во время правления коммунистов, что, ну, как-то пытались регламентировать такое народное веселье, поэтому группа переодетых официально разрешенная, встречается, там с разрешением была только одна в Лубранце, а если кто-то приходил туда спонтанно, то его милиция выгоняла. Ну, сейчас уже в Лубранце свой такой парад переодетых, и много групп, начиная от деток из детского сада, и школьников средних, и школьников старших, и взрослых групп, вот. Ну, видите, вот они как бы разрастаются, тут мы уже видим трех дьяволов, наверное, да, смерть тоже видим такую современную, коней уже двое, хотя в некоторых местностях, как я рассказываю, что вроде как могло быть двое еще в 60-е годы конников, вот. Ну, и так это изменяется, и они уже, ну, кроме того, что ходить по домам, еще идут просто парадом по улицам, останавливают машины, тоже им дают откуп, ходят в, вот в этом, как сказать, в мэрию, не в мэрию, ну, здесь сидит, где бурмистер, руководитель города, как бы имеют свой кабинет, тоже к бурмистру заходят, в магазины, центр там есть, центр наследия, тоже туда заходят, вот. Ну, то есть, как вот это меняется, ну, это детская группа, вот, и вот совсем детская группа, ну, то есть, как бы немножко, это так институциализировано, я бы сказала, что, ну, вот этот центр культурного наследия организует поход, такой парад, организует конкурс, но в то же время спонтанно, особенно молодежь, такие вот, ну, парни подросткового, старшего подросткового возраста, так, примерно 15-20 лет, вот, наиболее вовлечены в эту практику, и вот практически в каждой деревне есть своя группа, своя коза, которая, вот, находит по своей деревне или обрежает соседние деревни, сейчас покажу, вот, и как еще украшенных прицепах к трактору, еще немножко покажу старые фотографии, ну, то есть, мы видим, что эти группы, они были небольшие, музыкант был обычно один, вот, и и на современном этапе, конечно, ну, все изменилось довольно сильно, но осталось, мне кажется, такое, ну, чувство праздника, и то, что, ну, в первую очередь, да, вот молодые парни, ну, хотят, как бы, ходить с козой, хотят что-то делать, ну, у них, конечно, уже меняется музыкальный репертуар, то есть, там застольные песни звучат, такие современные, так называемые, диско-полы, это такие, по песне звучат хайсоколы, вот, ну, одна, или пару, там только группы, еще играет казака, то есть, ну, это так, по старшей мелодии, еще хотя бы, с межвоенного периода, известная, вот, ну, вот, парку ядак у нас, те куявы-куявы, вот, ну, и современные группы, они, если традиционная группа, это, ну, так, около шести человек, то вот современная, до тридцати, если еще с оркестром, например, с духовой, то еще, ну, по тридцать, человек это может быть, ну, вот, коза, она такая, ну, наиболее из всех персонажей, наверное, сохранила традиционный вид, то есть, вот, это белое покрывало, уже иногда, и там нашивают какие-то пятна черные, я спрашиваю, а зачем, ну, чтобы красивее, вот, потому что она может калстук иметь, может иметь бабочку, например, ну, чтобы тоже выглядеть более празднично, более соответствовать современным вкусам, ну, вот этот персонаж, называется, называется, живой на мертвеце, ну, и в Латвии похожее же есть тоже, да, но раньше это был дед на бабе, ну, вот, а уже после войны, второй мировой, стал живой на мертвеце, ну, и тоже тут с этим живым на мертвеце, немножко вопросов, потому что мне кажется, что это скорее мертвец на мертвеце, чем живой, судя по маске, но, ну, ну, вот он встречается, тоже не, не на всей территории, которую мы исследовали со студентами, только такой достаточно узкий, но и тоже вопрос, почему вот только там он есть, а вокруг как-то и нет, вот, ну, это группа подростков, и вот они ездят такими, украшенными прицепами к трактору, и есть у них там группа в фейсбуке, и чаще всего там объявления звучат так, что ищут или водителя, или музыканта, то есть обычно люди, когда сами спартанно собираются, переодеваются, но уже вот, да, не в каждой местности есть человек, согласно, как бы предоставить свой трактор, потому что эти обходы, объезды, они достаточно долгие, это тост жирный четверг, то есть перед постом, вот, ну, обычно в тосты четверг, то уходят самые такие маленькие дети, или так совсем еще подростки, младшего возраста, считается, что для взрослых людей, ну, это как бы еще рановато, в основном взрослые начинают ходить в субботу, последнюю перед постом, и затем в понедельник, вторник, это уже такая кульминация, ну, и вот, конкретно группа, которую я в этом году наблюдала, вот я с ними провела, где-то, ну, в общей сложности, 6-8 часов, два дня, в понедельник и вторник, перед постом, вот они ходят в полную субботу, понедельник, вторник, обходят в основном своих родственников, или хороших соседей, то есть у них даже нет времени, если кто-то приглашает зайти, в одну из их более, людей, которых они хуже знают, то они обычно отказываются, потому что все расписано, вот, ну, это, наверное, одна из самых больших групп, на восточном хуявах, из тех, которые мы наблюдали, до 30 человек там, участвовало в разное, ну, в разное время, когда я их сопровождала, ну, вот у них такой украшенный трактор, с гирляндами, вот, например, персонаж Шора, это как бы, жена, вроде как еврейка, мне кажется, что выглядит она больше, как цыганка, ну, здесь у нее, видите, всякие эротические атрибуты, и сверху, и снизу, ну, то есть, вот она, первая, подходит к хозяевам, у нее накрашены губы, она хозяев целует, и потом хозяева ставится такими, ну, обозначенным, получается, такими карнавальными следами, все зацелованные, вот, ну, вот, сам персонажи, которые сохранили наиболее традиционный вид, это коза и алис, ну, вы видите, конструкцию немножко внутреннюю, вот, и алис еще тоже, так, у себя такую гирлянду, к себе, прикрепил, вот, ну, и некоторые тоже другие, другие персонажи тоже, с такими ходят, светятся, потому что они ходят, они начинают в 8 утра, а заканчивают, ну, как вот, да, с ночью, там, где-то после 10 вечера, то есть, у них такая программа дневная, и ночная, вот, ну, вы видите тоже пару, полицейские и полицейская, ну, полицейская, это тоже какой-то такой, явный образ, не знаю, сериалов каких-то современных, такая, сексуальная дама, да, вот, ну, и тоже у них уже такой традиционный, традиционный обход домов, дворов, тоже уже трансформируется у этой группы, хотя бы как раз вот эта группа из Панева, которая не ездит ни на какие конкурсы, ни на какие шествия, вот, они только ходят в своей соседней деревнях и ездят, вот, но, тем не менее, в ближайшей большой деревне они тоже делают такой поход, парад, где уже не заходят в дома, просто заходят иногда в магазины, но их основная цель это вот пройти свою такую такую большую группу, показаться, может быть, остановить машины, вот, ну, это тоже такое уже у них проявление, ну, трансформации, скорее, их традиции, вот, я вам очень, благодарю вас очень за внимание, очень надеюсь на вопросы. Можно я вам задать? Вот вы сейчас, ну, вы жили в Беларуси, сейчас в Польше, да, по вашим ощущениям, где все-таки больше сохранилась традиция этого праздника? Именно переодевание, так? Ну, вот, на Куявах у них это как-то все так очень спонтанно и очень живо, и это именно молодежь делает, и в первую очередь молодые парни делают и хотят делать. У нас как бы в Беларуси можно найти, да, какое-то такое очень что-то архаическое, очень вот эту козу там старую, например, межвоенную, где-то кто-то еще водит, носит, но у нас это старшие люди, и часто им помогают уже дома культуры, или там просят дома культуры, чтобы все-таки вышли в этом году, или они вот ориентируются, что если журналисты приедут, тогда выйдут, и мы даже не знаем, ходят ли они, если на никого нет зрителей, например, вот, поэтому, ну, это так немножко, ну, разное, то есть, если человек вот хочет что-то более архаичное, более древнее, наблюдать, да, хорошо бы съездить в Беларусь, вот, и лучше на Полесье, а если что-то такое современное, живое, веселое, такое пассионарное, то вот, ну, на Куявах в Польше тоже хорошо. Это польская коза. Коза в Польше. Коза в Польше или она? А, ну, как бы, вот в этих польских группах там ходят в основном парни, там только в последние годы начинают появляться девушки, и только в определенных ролях, или невесты, или цыганки, ну, иногда вот это вот еврейки-шоры, но, скорее, это не характерно, то есть, скорее, это мужская практика, мне кажется, что это такая немножко мужская инициация, потому что парни, подростки, они могут переодеться, там, намазать с чем-нибудь, девушек, но обычно сажей раньше мазали, сейчас уже там крем-невея с пеплом смешивают, то есть, там, или сердечки рисуют девушкам на щеках, или там просто вот так вот, что они такие черные ходили, вот, и вот они там веселятся, ну, студенты мои, там, как-то наблюдали, как пришли парни в школу старшую, в лицей, вот они такие были звезды, вот они там ловили девушек, девушки пищали, вот, это все так весело, вот, ну, то есть, это такая традиционная мужская практика на куявах. Мужики ходят, но они изображают... девушек женские роли тоже. А коза? А коза, как бы, ну, непонятно, нет, она скорее, скорее она, да, потому что есть еще сцена, где ее доят иногда, то есть, иногда евреи доят козу, но уже это отходит, и, ну, и, к сожалению, не сохранилось, не в других деревнях. Потому что галстук. А, ну, ну, у кого-то галстук, но вообще традиционно получается, что у них коза женского кола, то есть, все же нужно, да, еще ее доили, вот ей там, значит, в перчатку наливали молоко, и потом это молоко разливалось, и тоже вот это, так вот, карнавальный, всем было весело, что все мокрое. Вот, и сейчас, если ее доят, то доят не в каждом, как бы, дворе, который они обходят, то есть, в каждом дворе просто танцуют, вот, как я показывала на видео, а может, вот, где-то на площади, если это так уже более театрализовано, то могут один раз их на сцене, один раз подоить козу. Вот, вот, сейчас выглядит. Ладно, в этом фестивале много хороших впечатлений, встречи там, с чем надо, там, не знаю, с чем надо, и очень надеемся в дальнейшем тоже приедешь к нам. Спасибо, приглашайте, приятно. Спасибо. А вы, мы с, это,